Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Мария, и на своём канале я рассказываю, делюсь своим опытом жизни в нетуристической Америке, показываю свои путешествия, рассказываю об изучении английского и об образовании и учёбе в США, поэтому подписывайтесь на канал, если вам интересны эти темы. А в этом видео мы с вами поговорим о плюсах и минусах Южной Каролины и можно ли считать Южную Каролину идеальным местом для жизни в США. Поехали! В Южной Каролине я живу уже практически, ну скоро будет год, и я уже обзавелась тут местными знакомствами различными, среди как иммигрантов, так и людей, которые здесь живут довольно давно. В этом видео я хотела бы обсудить тему преимуществ и недостатков этого штата, и предлагаю начать с преимуществ. И первое преимущество, просто моё, наверное, будет самое-самое значимое, это погода здесь, в частности, что здесь супер мягкая зима, здесь бывает снег буквально пару раз в году, ну пару дней в году, и очень комфортное, приятное межсезонье, как сейчас. Сейчас начало весны, но на улице уже в среднем плюс 15, плюс 20 градусов днём. У меня уже тюльпаны начали расти, которые я посадила в декабре. Здесь климат именно с осени по конец весны супер комфортный и максимально приятный. Поэтому погода один из самых важных плюсов Южной Каролины. Кстати, я хочу оговориться, что многое из того, о чём я буду говорить, по большей части будет относиться к апстейт части Южной Каролины, то есть к верхней части штата, наиболее далёкой от океана по расположению. А второе, на мой взгляд, очень важное преимущество, это то, что здесь обалденно красивая природа, просто очень красивая природа. Я как большой любитель гор, для меня жизнь в этом штате это просто услада для глаз каждый день. Мы живём в доме с видом на горы, ну и вообще мы близко к горам живём, но даже когда едешь просто из Гринвилля или по Гринвиллю, по какому-нибудь хайвею открываются просто невероятно красивые виды на горы. И, как следствие, здесь много озёр очень красивых. Вот здесь я прикреплю видео в подсказочке, в котором вы можете посмотреть про то, какие чистые и красивые горные озёра здесь в Южной Каролине. Кроме того, штат примыкает к Атлантическому океану и имеет выход на Атлантическое побережье, что тоже является одним из преимуществ штата, так что даже если вы живёте в самой удалённой части штата, в самой-самой его глубине, добраться до побережья можно буквально за 3-4 часа и на все выходные туда уехать, если вам хочется провести время на пляже и покупаться в океане. Третий плюс жизни в Южной Каролине – это то, что здесь ниже цены, даже, например, в сравнении с той же Флоридой, в которой мы жили порядка трёх месяцев. И разница, когда мы переехали сюда, с Флоридой была прямо ощутима, потому что в среднем галлон бензина стоит центов на 30-40-50 дешевле, цены на продукты в общем и целом ниже. И получается, что сопоставимый уровень жизни и потребления здесь обходится несколько дешевле, чем, например, во Флориде, с которой я могу сравнивать, поскольку там некоторое время жила. Ещё одно важное преимущество, которое имеет Южная Каролина – это то, что особенно обстоит. Я бы сказала, в особенности обстоит. Это то, что здесь располагаются крупные компании, и они являются основными работодателями здесь. И здесь находятся такие компании, как Мишлен, здесь находится завод БМВ, здесь также сидит компания Nestlé, и также крупные американские компании Ingalls, Walmart и ряд других компаний, которые я, как житель России, так сказать, бывший житель России, не слышала, но они являются крупными работодателями на местном рынке труда. Также здесь ещё одно из преимуществ данного штата, что здесь в общем и целом неплохое высшее образование. Здесь находится один из топовых американских университетов – Клемзон. Этот университет всегда входит в топ-50 американских университетов, как правило, и он имеет огромное финансирование, и большое количество грантов выделяется на научные исследования в данном университете. Поэтому выпускники Клемзона, они пользуются большим спросом на рынке труда. Также в апстейте Южной Каролины, особенности в зоне Гринвилля, хорошо развита инфраструктура. То есть тут большое количество ресторанов, кафе, вообще сам даунтаун Гринвилля, и Гринвилль очень хорошо развит, у него очень много сейчас вливается денег на развитие этого города, и он растет просто с сумасшедшей скоростью, что, естественно, сказывается на количестве приезжающих сюда людей. И тут я могу плавно перейти к следующему пункту, что для кого-то это будет плюс, поэтому я его озвучу. Для меня это плюсом не является. Скажем так, для меня это просто факт, что в этой эре большое русскоязычное комьюнити, состоящее, понятное дело, не только из русских, из белорусов, украинцев и других национальностей, выходцев из бывшего СССР, кто говорит на русском языке. Для многих новых эмигрантов я знаю, что данный факт будет являться большим-большим преимуществом, так как осваиваться в новой стране несколько легче, когда есть поддержка русскоязычного комьюнити, куда ты можешь обратиться, что-то поискать, врачей, парикмахера даже банально. И это тоже в некотором роде плюс. И, наверное, последний плюс, который я хотела бы упомянуть, это то, что штат имеет очень удачное местоположение на карте, месторасположение его, потому что через штат проходит несколько крупных интерстейт-шоссе, которые соединяют Южную Каролину с другими штатами. И из этого штата довольно удобно добираться до той же Флориды, до Джорджии, Северная Каролина прямо, так скажем, рукой подать, до Эшвеля, например, от Гринвеля всего час с небольшим ехать, до Вашингтона тоже вполне себе можно добраться за вменяемое время, там в районе 8 часов ехать до столицы Соединенных Штатов. Теперь предлагаю поговорить о минусах. Их, к сожалению, к моему большому сожалению, набралось больше. Я уж количества не считала, но по ощущениям их больше. Что ж, начнём с первого. Южная Каролина — это очень консервативный республиканский штат с большим, нет, очень большим влиянием церкви и всеми вытекающими оттуда последствиями. Влияние церкви здесь настолько сильно, что это оказывает влияние на систему здравоохранения, на уровень преступности в некотором роде. Но я не буду слишком сильно вдаваться в эту тему, дабы не разжигать излишнюю полемику. Но, так скажем, если вы придерживаетесь консервативных взглядов на жизнь, то, наверное, вам этот штат неплохо подойдёт. Если вы человек религиозный, тут много очень церквей консервативных и много церквей с радикальными взглядами. Поэтому, так скажем, в этом смысле штат будет на любителя. И если вы ярый демократ, то я думаю, что вам будет здесь непросто. Это ввиду того, что этот штат, вообще южные штаты, традиционно республиканские. И для многих это будет проблемой. Не могу сказать, что конкретно вот меня за последний год, что мы здесь живём, как-то это сильно трогало, или как-то мне мешало жить. Но, в общем и целом, это периодически немного напрягает. В будущем, я не знаю, всё может измениться. Не уверена, что я начну склоняться к республиканским ценностям и начну разделять взгляды республиканской партии и вообще все эти традиционные консервативные устои. Но поживём-увидим. А теперь перейдём к вопросу, который лично меня довольно сильно волнует. Но не скажу, что я как-то лично с ним соприкоснулась. Здесь просто для меня эта тема довольно волнующая. Южная Каролина попадает традиционно в топ-10 самых худших штатов по уровню преступности. И, например, в Грин-Иль-Каунте. Мы живём не в Грин-Иль-Каунте, мы живём рядом. Поэтому меня, в общем, как бы эта проблема, так скажем, не коснулась, потому что я живу в глуши. Но у меня довольно много друзей и знакомых, кто живёт в Грин-Иль или его окрестностях. Здесь очень высок уровень мелких краж. И как пример могу привести, что здесь очень распространено воровство посылок. Я думаю, многие из вас знают, что в Штатах, когда привозят посылку, очень часто просто оставляют её на крыльце. И всё. В большей части Америки посылки не воруют. Нет, конечно, такое случается, но не повсеместно. Но в Гринвилле это очень большая проблема, с которой местная полиция, к сожалению, никак не борется. И очень по многим проблемам полиция здесь просто бездействует. И, наверное, именно поэтому Южная Каролина попадает в десятку худших штатов по уровню преступности и, в частности, мелких каких-то краж и такого рода преступлений. К моему большому сожалению, один из минусов данного штата это то, что здесь очень плохое качество именно школьного образования. И этот штат также из года в год, как и в рейтинг преступности, попадает в десятку худших штатов по уровню школьного образования. И у меня здесь есть знакомые, у которых есть дети, у некоторых уже довольно взрослые, там, в средней школе учатся. Из-за того, что здесь такой низкий уровень школьного образования, здесь очень-очень сильно распространён homeschooling, то есть домашнее обучение, и родители забирают своих детей и учат их дома в соответствии с общеустановленной государственной школьной программой, чтобы детей чему-то научить. Но, в общем и целом, считается, что здесь очень плохое школьное образование. Из-за того, что я слышала у моей подруги, у неё ребёнок в начальной школе, у детей буквально нет перерывов между занятиями, не разрешают ходить в туалет, и по этой же причине не разрешают пить воду на уроке. Как бы это тупо не звучало, и очень странно, но я не раз такое слышала. Поэтому школьное образование, к сожалению, оставляет желать лучшего. И если вы планируете сюда переезжать, и у вас есть дети, то подумайте, готовы ли вы с этим будете мириться, и готовы ли вы будете переводить своего ребёнка на домашнее обучение. Потому что здесь это очень-очень распространено, и, к сожалению, не просто так. Кстати, не забывайте писать комментарии под видео. Пишите свои впечатления. Если вы живёте тоже в Южной Каролине, пишите, согласны вы со мной или не согласны. Если вы живёте в других штатах, скажите, насколько перечисленные мной плюсы и минусы похожи на то, что есть в вашем штате, особенно если вы живёте где-то здесь неподалёку, в соседнем штате, в Северной Каролине, или в Джорджии, или в Теннесси, например. Насколько жизнь в вашем штате лучше по тем параметрам, что я перечислила. Также ещё один минус Южной Каролины, что здесь очень-очень жаркое лето. Я, как сибиряк по рождению, не сильно люблю жару. И для меня здесь лето очень-очень тяжело переносится. Я помню прошлое лето. Это высокая влажность. Не такая, конечно, как во Флориде. Но, тем не менее, в общем, очень жарко и душно. Я уже с ужасом думаю, вот сейчас март, а, грубо говоря, уже в конце мая, в июне, днём реально будет подниматься выше 30 градусов. Я думаю, господи, я буду снова всё лето жить в кондиционированном помещении, потому что, на самом деле, комфортно находиться на улице в летний период. Здесь только вечером или очень рано утром, пока ещё ничего не нагрелось. Плюс разнообразной природы оборачивается другим минусом здесь. Это что здесь очень много аллергенов, и очень у многих людей здесь развиваются аллергии. И вообще есть аллергия из-за того, что довольно разнообразная здесь растительность. Всё цветёт, и очень много непривычных для нас растений. И поэтому, если вы аллергик, то переезжать сюда явно плохой вариант. Если у вас аллергия на цветение была даже в вашей родной стране, то Южная Каролина точно не лучшее место. И ещё один минус, который возникает также из-за офигенно красивой здесь природы и близости этого места к горам, что здесь частенько, особенно в Гринвилле, он находится немножко в низинке, плохое качество воздуха. И это происходит потому, что Гринвилль окружён горами, которые мешают прохождению воздушных потоков. Застоявшийся воздух, воздух в том числе от выхлопных газов, от производств, которые здесь есть, он висит, ну, не как смог в Кемерово зимой, но довольно ощутимый, и иногда ты прямо чувствуешь плохое качество воздуха. Поэтому мне в этом плане немножечко повезло, потому что я живу не в самом Гринвилле, а на достаточном удалении от него, уже прямо в гористой местности, не в низине, и в той части, где мы живём, там такого нет. Но если я бываю вот в Гринвилле на выходных, было несколько раз, что смог скапливается, и если нет ветра, то, к сожалению, никак эту проблему не решить. Поэтому тоже стоит задуматься над этим вопросом, насколько для вас это важно, если вы планируете сюда переезжать. Ещё один... Кто-то, конечно, посмеётся, но минус для меня лично, что здесь, несмотря на то, что, в принципе, в общем и целом продукты и цены ниже, но в русском магазине здесь цены ощутимо выше в сравнении с, например, Орландо, где мы достаточно длительное время находились. И мне лично непонятно, почему так, хотя здесь очень большое русскоязычное комьюнити, не такое большое, как в Орландо, но тем не менее, и цены на продукты в русском магазине здесь процентов на 15-20 дороже. И это, конечно, меня немножко огорчает, потому что гречку покупать здесь дороже. Ещё один недостаток, который я могу сказать о Южной Каролине, так это то, что здесь довольно плохое качество дорог, и люди, которые приезжают сюда с других штатов, это одно из первых, что они замечают, и что говорят, что здесь плохое качество дорожного покрытия, здесь не очень хорошо организовано движение, в плане, что мало где есть обочины, и не очень хорошая разметка, и в тёмное время суток это доставляет большое количество дискомфорта для перемещения. Также недостаток, который применим к, на самом деле, большей части Америки, это то, что здесь невозможно существовать без автомобиля, даже если ты живёшь в каком-то более-менее крупном городе, Гринвилле или Коламбии, это столица штата, то одним велосипедом тут не обойдёшься. В Гринвилле, например, очень гористая местность, и серьёзные подъёмы, плюс большие расстояния, которые, честно говоря, преодолевать без машины, это так себе развлечение, и это лично для меня один из самых больших недостатков в Америке вообще в целом. Но тут уж каждый сам выбирает. Ну, вот и, пожалуй, я рассказала вам обо всех, на мой взгляд, плюсах и минусах жизни здесь. Конечно, я не могу сказать, что Южная Каролина — это идеальный штат для жизни. Для кого-то этот штат будет идеальным, для кого-то этот штат покажется просто адом на земле, но каждый делает выбор сам. Если вы здесь жили или планируете сюда переехать, расскажите, какие плюсы и минусы жизни здесь вы видите для себя. Существенные ли для вас минусы, которые я перечислила, или преимущества жизни здесь перекрывают все имеющиеся недостатки. И делитесь своими впечатлениями об этом видео. Пишите комментарии под видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. И спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. До скорого!